У Гомеля обмерковали шляхи поляпшения работы жевелого доуши Галины. На думку героиниства в области, уникшие проблемы у значной ступени тлумачатся субъективными причинами. С этой нагоды на нараду запросили не только старшин райвы Ганкамов, а и специалистов сельгазпродприемств. Наши корреспонденты ведутся, обшимышла размова. Сегодня вытворчность молока – самая значная крыльница доходов. В усилеком случае это самая рентабельная вытворчность. У такой ситуации летошнее снижение надоев, амально 6%, саправды потребует деталевого анализу и выпрацовки мер по поляпшении показчиков. С приростом до 2018-го в минулом годе спрацовали только 4 районы. Молоко – это и заработная плата, в первую очередь. Молоко – это и погашение задолженности за энергоносителей, это и обслуживание кредитного портфеля. И самое главное – это оборотка, которая необходима для развития предприятия. У самом початку нарады, на которую запросили не только керавников районов, а ли и специалистов господарок, старшиня Аблвыконкама Янать Соловей просить не захопляться статистичными дадзинами, а больше уваги надать анализу становища. Нашими технологическими нарушениями и субъективными, и эффективными, но больше я это связываю субъективными. Сегодня рассматриваю вопрос, хотя бы чтобы докладчики не были статистами, а конкретно санализм на всех проблемах, которые есть. Субъективные причины – это перв за все наявность и профессионализм кадров, а так само строгое выканание ими технологичных потребований. На жаль, сегодня на гомешине не хапает шмат яких специалистов, при том, что их замыцеванность на одном месте так само покидает жадать лепшого. Межтым, минавито, от их работы залежит финансовый стан усюй господарки. Нехто звальняется по причине непростых умаупрацы, некого не задавальняя зарплата. Мы все понимаем, что техника-симинатор – это после руководителя и экономиста тот человек, который создает экономику. Если руководитель управляет, экономист считает, то если нет техника-симинатора или он работает спустя рукава, никакой экономики считать никто не будет, потому что ее просто нет. Прикладно про две годины работа областной нарады перерывается, а не для отпочинку, а для выполнения приемной процедуры. Старшиня областного выконавчика комитета Енаць Соловей уручает гоноровые грамоты облвыконкам работникам Галины, которые достигнули значных успехов. По великим рахунку, это подтверждение того факту, что не всюду ситуация появляется проблемной. Сами же веловоды причины своего успеха тлумачат с наявностью мощной команды профессионалов. Там, где она есть, заусюду можно различовать на эффективную працу. И ветврач, и бригадир, и заведующая, и тот же самый оператор по обслуживанию дойного стада, и операторы машинного даяния. Все оно, вот звено по воспроизводству, это все взаимосвязано. Выпало из звена одно цепь, все, цепь разрывается, и где-то в чем-то ты недополучаешь. Почас анализу ситуации у Живелогадулли, называется и еще одна проблема. Два опошние засушливые годы нелепшим чином отбилися на нарыхтовцы якосных кормов. У совести с этим селета плануется переглядеть структуры поселных площадь и посеять больше засухоустойливых культур. Аграриям яны добровядомые. Перейти, особенно в структуры бобовых трав, это люцерны, то есть травы, которые многоукосные. Травы, которые будут сами по себе бобовые, которые вырабатывают по своей природе азот, то есть они менее подвержены засухе. По выниках нараду будет складен и протокол доручения, у термина выконания яких вельми степлые, у некоторых выпадках месяц, у некоторых у Воголя один тыдень. Ситуацию, якая склалася, уже вела Гадулли региона, облвыконками называют проблемной, але ни у яким выпадку не критичной. Тут добро ведуть, якие меры необходно примать. Уже мы видим, знаем, куда идти, знаем, какие нам для этого необходимы ресурсы, знаем, что мы должны сделать и в кадровом потенциале, потому что очень там большие серьезные проблемы. И поэтому, имея вот этот уже план действий, сегодня губернатор хочет еще раз это все довести до председателя райисполкома, до специалистов, районная звена. Дальше с этого дня закупочные цены на молоко с подарок повелечены на 2%. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель».